Всем приветик из Австралии. Добро пожаловать на мой канал, где я рассказываю об Австралии и о жизни в этой солнечной стране. Итак, сегодня прошел месяц с того момента, как Австралия начала бороться с коронавирусом. Пик примерно прошел две недели назад. Сегодня идет такой активный спад. За последние сутки зарегистрировано всего 130 случаев заражения вирусом, когда на пике было 400 за сутки. Я думаю, что это говорит о том, что Австралия принимает правильные меры, все идет по плану, все идет хорошо, но тем не менее все меры продолжают соблюдать. Сейчас я пойду в продуктовый магазин, покажу вам, как там обстоят дела, что есть на полках, все ли в порядке, как вообще все организовано. Потом прогуляюсь в парк и по ходу буду рассказывать о том, какие же меры принимала и принимает, продолжает принимать Австралия для борьбы с коронавирусом. Так что оставайтесь, смотрите видео до конца. Вот предупреждение о том, что нужно держать дистанцию, полтора метра, официальная дистанция, которую нужно соблюдать в Австралии. Так, ну вот фудкорт. Все работает, работает только на вынос, то есть можно купить кофе, вот там вот можно купить даже обед какой-то. Но фудкорт перегорожен, то есть посидеть нельзя, потому что это будет мешать соблюдению дистанции полтора метра. Магазины открыты, магазины работают. Ну, людей, как видим, не очень много, вот даже работает салон красоты. Кстати, салоны красоты закрыли, но не закрыли парикмахерские. То есть парикмахерские считаются как необходимое для людей, да, парикмахерские поэтому не закрыли. Вот на входе дают санитайзер почистить руки. Смотрите, фрукты, овощи, все на месте. Ничего не подорожало, насколько я вижу, то есть цены примерно остались те же, как и были. В самом начале вот эти бумажные полотенца их раскупали, и была такая паника. Но сейчас все вернулось, нет никакого дефицита, но можно посмотреть, что яйца, например. Яйца осталось немного. Купить их можно, но вот то, что в обычные дни не бывает, и таких вообще пустых полок, хотя бы части, да, пустых полок, сейчас они есть. Но вот остальное, вот все, что здесь есть, мясо, да, все на месте. Ну, смотрите, вот тоже молоко, да, которое долго может сохраниться, может храниться несколько месяцев, тоже немножко раскупили. Молоко есть, молоко купить можно, но вот как бы попустевшие полки, которых в обычное время не бывает такого, в принципе, сейчас оно есть. Ну, не критично, в принципе, купить можно молоко, если вы придете в магазин, вы купите молоко, и все нормально. На туалетную бумагу, видимо, вот этот вот, все, что раскупили, до сих пор остается, это проблема. Магазин с 6 до 8 утром работает только для пенсионеров, то есть людей старше 65 лет, но если прийти вот по 8, вот я сама лично приходила, не да, на туалетную бумагу можно купить. Так, сейчас зайдем в аптеку. Оказывается, просто в аптеку они следят, чтобы больше определенного количества человек в одно и то же время не зашли вовнутрь, поэтому на входе стоит человек, который считает, сколько человек внутри аптеки, и если много, то просит кого-то подождать. Ну, как видите, очереди нет, я спокойно зашла, все, что мне нужно, купила. Кафе работает только на вынос, то есть на вынос можно заказать все, что вы хотите, можно заказать кофе, можно взять еду какую-то с собой, но посидеть нельзя, опять же, да, потому что иначе невозможно будет соблюсти правила social distancing, как они называют, полтора метра между людьми. Но кофе с собой можно взять, это хорошо, сейчас я возьму с собой кофе и пойду в парк, покажу вам, что происходит в парке. Так, ну, в общем, кофе я взяла, что мы имеем? Кафе открыто на вынос, нельзя посидеть, все столы перекрыты, да, фудкорт перекрыт, но можно взять с собой кофе, можно взять с собой еду, все, что вы обычно берете. Магазины открыты, людей немного, но магазины открыты, открыт даже вот банк. Общественный транспорт ездит, вот автобус, но в автобусе людей не очень много, ну, люди стараются без повода не ездить куда-то. В общем, как действовали австралийцы? Когда месяц назад началось фиксироваться, начали фиксировать повышение заболеваемости коронавирусом в день, вот этот вот график вот этот начал расти, идти в гору. Правительство начало принимать меры, начали запрещать массовые мероприятия, массовое скопление людей. И премьер-министр говорил по телевизору, выступал, всегда говорил людям, я вас прошу соблюдать дистанцию полтора метра, потому что, как они выяснили, самое большое распространение вируса происходит именно в скоплениях людей. Потому что, как известно, многие люди, они не болея коронавирусом, могут быть его переносчиками. И вот как только премьер-министр попросил граждан Австралии, гостей, людей, проживающих здесь, не собираться в большие группы соблюдать дистанцию полтора метра. В сегодня день, две недели назад, как раз вот это был пик распространения коронавируса в Австралии. Как мы сейчас понимаем, это был пик, потому что потом пошел спад, к счастью. На пляж Бандай сегодня день, жаркий день, пришло очень-очень много людей, правительство приняло решение закрыть этот пляж совсем. И после этого, на следующий день, в воскресенье, было заседание министров, и после него премьер-министр вышел и сказал, что все, с завтрашнего дня мы закрываем все общественные рестораны, где собираются люди. Кафе, рестораны, мы все-все-все закрываем, закрыли спортзалы, собрание людей, то есть собраться там, не важно, с друзьями, где угодно, можно было максимум 10 человек. И через неделю, по-моему, ситуация не очень-то улучшалась, поэтому приняли следующую меру, собираться можно максимум до двух человек. Это не касается семьи, да, если в семье больше двух человек, то, ну, понятно, люди живут вместе, они могут как бы ходить вместе, да. Но люди, которые не живут в одном доме, могут максимум собраться два человека. Ну вот, все, что я вижу вот за этот месяц, я активно наблюдаю за тем, что происходит, как правительство решает эту проблему, какие меры принимают. Все происходит, знаете, таким образом, что сначала более мягкими мерами. То есть стараются, конечно, прекратить распространение вируса, и полностью здесь следуют рекомендациям врачей, да. Есть министр здравоохранения, который всегда с премьер-министром, но премьер-министр тоже старается не разрушить окончательную экономику страны. Пытаются лавировать, знаете, так, чтобы как-то поменьше, как-то сгладить этот урон. Школы. Например, вот школы не закрыли. Сейчас они, правда, на каникулах, но школы, несмотря на то, что вот когда был особенно пик, учителя просили закрыть школу, да, принималось решение как. Являются ли дети переносчиками или не являются, неизвестно. Нет данных, что они являются переносчиками. Но так как люди, которые продолжают работать, которые не могут работать удаленно, в частности, те же самые врачи, например, для того, чтобы они могли возможность иметь отвезти детей в школу, именно для этого школы не закрывают. То есть вот такое вот объяснение у премьер-министра, потому что если мы закроем сейчас школу, что делать медсестре, у которой, например, дети, которых нужно отвезти в школу? Она не может с ними сидеть дома. А в Австралии закон, что до 12 лет ребенка нельзя оставлять без присутствия взрослых. Карантин жесткий в Австралии, да, так и не объявили, чтобы все закрыто было. Люди продолжают работать, потому что, ну, как я уже сказала, экономика, да, экономику тоже никто не хочет разрушить, потому что и так уже огромные убытки все несут. Так, ну вот мы пришли в парк. Смотрите, что происходит в парке. Вот люди бегают, да, мы видим, что максимум вдвоем, кто-то вот один лежит, отдыхает, максимум вдвоем люди. Выйти на пробежку, да, на какие-то физические упражнения, это вот одно из того, что разрешено сейчас делать. Можно выйти за продуктами, можно выйти в аптеку, можно пойти на работу, если вы не можете работать удаленно. Судя по тому, что сначала, да, многие боялись. Врачи даже было время, когда просили премьер-министра, официально обращались, просили закрыть все, 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 все. Объявить такой конкретный жесткий карантин. Премьер-министр сказал, пока нет. Пока у нас нет для этого оснований. И, исходя из того, что мы видим, что сейчас все-таки снижается количество заболевших в день. Но, несмотря на это, все меры продолжают соблюдаться. Никто их не отменяет. Вот в пятницу будут длинные выходные, здесь 4 дня. Вчера сказали, что никаких путешествий, никто никуда не должен ехать, все сидят дома. Хоть это грустно, это Пасха. Все люди привыкли на это время ехать куда-то к своим родственникам, либо просто путешествовать. Но в эту Пасху все должны оставаться дома. Но, тем не менее, тенденция хорошая есть. И я думаю, что это показатель того, что, наверное, все сделано правильно. Ребят, насколько я знаю, в России сейчас только все начинается. Но я сняла это видео для того, чтобы вам показать, как вот, может быть, после того, как пройдет этот пик, все становится лучше и лучше. В общем, мое видео сегодня было снято для вас, для того, чтобы вы увидели, что хорошая тенденция есть и шансы есть на то, что все будет хорошо. Поэтому не расстраивайтесь, просто нужно посидеть немножко дома. Весь мир сейчас на карантине, но я надеюсь, что все будет хорошо. И от того, как быстро все разрешится в той или иной стране, конечно, зависит от нас, от каждого из нас, от того, как мы будем соблюдать меры, которые нам рекомендуют врачи, правительство. Это те меры, которые принимают для того, чтобы сгладить вот эту вот волну и сократить количество заболевших в день. Если понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать следующие видео каждый понедельник и четверг. До скорых встреч! До скорых встреч!